Новая газовая плита, система автоматического контроля загазованности и бесплатное техническое обслуживание. Такой комплект подарков получил ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Сурен Абиян. Акция «Газовая безопасность», инициированная госжилинспекцией Московской области в честь Дня Победы, дошла до Люберец. Подробнее у нашего корреспондента. На фасаде дома 365 по Октябрьскому проспекту повесили большую георгиевскую ленту. С 1954 года здесь живет ветеран войны, труженик тыла Сурен Абиян. Сегодня в его квартире многолюдно. Есть повод поделиться воспоминаниями о том самом дне, когда впервые прозвучало заветное слово «Победа». И тут же пошли эти выстрелы из постов. Часовые стреляли вверх. Обычно за каждый выстрел, за каждый патрон отчитывается. Без начальства, значит. А здесь разрешили, все стреляли. Вот так. Вот так все же у Победы. Пока в гостиной хозяин принимает поздравления, на кухне ему устанавливают новую плиту. Неисправность старого оборудования обнаружили сотрудники управляющей компании. К великому празднику Дню Победы ежегодно социальные службы предоставляют перечень ветеранов. Управляющие компании обходят непосредственно каждого ветерана для выявления потребностей, которые необходимы ветеранам. Было выявлено, что газовая плита, которая была здесь установлена, она уже в эксплуатации более 20 лет. Плита практически пришла в негодность. В придачу к новой плите система контроля загазованности. При утечке газа специальный датчик даст сигнал. Он же автоматически отключит его подачу при нештатной ситуации. Эта система очень нужная, потому что при утечке газа, как мы видим здесь в городе Люберцы, мало кто обращается, мало кто видит, особенно ветераны и пожилые люди. Поэтому вот сейчас по распоряжению министерства ЖКХ, по рекомендации, мы устанавливаем это оборудование. С ветераном заключили договор на бесплатное техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования. В исправности новой плиты Сурен Леонович убедился лично. Всё отлично. Отлично работает. Всё чисто. Ну и вид какой-то лучше, чем то. Проект «Газовая безопасность» стартовал в Подмосковье 24 апреля. Новое оборудование установили ветеранам и труженикам тыла из восьми городских округов. У этой акции нет срока завершения. Она будет проходить на постоянной основе.